Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с большим количеством аналитического контента, который мы постим на ежедневной основе. Очень прошу, друзья, оставлять фидбэк, потому что он важен. Конструктивные комментарии, конструктивные это ключевое слово, пожелания, рекомендации. Обязательно к этому фидбэку мы прислушаемся и с большим удовольствием адаптируем контент именно под тот формат, который вам будет нравиться больше всего. Ну что ж, сегодня мы подводим итоги заседания американского регулятора. И честно говоря, я, как и все трейдеры и спекулянты, следил за выступлением Паула и после его вчерашней речи фактически уверен теперь, что доллар имеет очень хорошие возможности для дальнейшего восстановления. Риторика крайне однозначная в плане тех решений действий, которые будут предприниматься регулятором в борьбе с инфляцией. Риторика однозначная по темпам и даже срокам, друзья, повышения процентной ставки. Совсем уж было круто услышать от Паула комментарии по поводу так называемого количественного ужесточения, то есть сокращения баланса ФРС, который за время пандемии был раздут вдвое до 9 триллионов долларов. И мы получили комментарии даже по этому вопросу. Сейчас индекс американской валюты 96,65. Фактически еще немного и будем обновлять многомесячные максимумы. При той фундаментальной поддержке, которая сейчас сложилась для доллара, я рекомендую, друзья, снова рассматривать ланги по индексу доллара. И, соответственно, принимая решение о торговле другими финансовыми активами, если в паре присутствует доллар, все-таки делать уже ставку на то, что доллар имеет очень хороший фундаментальный бэкграунд. И этот фон, фундаментальные факторы поддержки могут стать доминирующими, превалирующими над всеми прочими при принятии решений. Поэтому давайте как бы вкратце, что было сказано. Нас интересовало, как будет меняться процентная ставка. И причем, если отмотать немного назад, на последнее выступление Павла, мы помним, что когда была признана проблема высокой инфляции и ФРС обозначил необходимость все-таки бороться с ней, мы стали ориентироваться на повышение процентной ставки буквально в марте после того, как будет завершена программа количественного смягчения. Павл вчера ясно дал понять, что без каких-либо корректив программа QE будет свернута в марте. И в марте ФРС рассматривает возможность и готов повысить процентную ставку. Что касается других комментариев, в лице главы американского регулятора мы получили, друзья, фактически дорожную карту того, что ставки могут быть повышены на каждом заседании американского регулятора в этом году. То есть тут же вспоминаются прогнозы, по-моему, Бэнков Америка и БНП Париба, которые ориентировались на 6 повышения процентной ставки в этом году. Я теперь понимаю, почему были настолько оптимистичные ожидания. Может быть, кто-то имел как бы больше информации перед тем, как давались такие прогнозы. Больше вводных от регулятора через какие-то сторонние связи. Действительно, ФРС сильно переживает за рост инфляции, поэтому не допустится дальнейшего роста индекса потребительских цен. Для того, чтобы этого не произошло, нужно действовать жестко. Что касается сокращения баланса, то через два, максимум три заседания у нас также будут подробности и по этому решению, что еще больше ужесточит, соответственно, монетарную политику. Мы настраивались на то, что ФРС прольет свет на мартовское повышение процентной ставки и допустит возможность еще несколько аналогичных решений в этом году. Получили, собственно, программу максимум. Ставки будут повышаться гораздо интенсивнее. И, соответственно, друзья, это логичным образом поддержало позиции доллара. И для нас сейчас должно быть очень серьезным основанием, чтобы мы на долгосрок взглянули на дальнейшие перспективы американской валюты и, ожидая такие действия от Федрезерва, все-таки поставили на укрепление позиции доллара, рост этого инструмента и возможное движение в район такой круглой юбилейной цифры 100 пунктов. По поводу золота, которое сейчас котируется на отметке 1814 долларов за тройскую унцию. Мы покупали золото в расчете на то, что оно будет пользоваться поддержкой из-за роста геополитической напряженности в Восточной Европе, в Ближнем Востоке. Будет пользоваться поддержка как страховка от инфляции. И какое-то время действительно золото на этом очень неплохо росло и пухло. Поэтому максимумы, которые были буквально на хай вчерашнего дня, это в районе 1850 долларов за тройскую унцию. Сейчас золото дрогнул, друзья. И, честно говоря, самый, наверное, интересный нюанс заключается в том, что золото провалилось вместе с американским фондовым рынком. То есть сейчас можно было бы зацепиться за то, что весь вот этот фонд, связанный с геополитикой, он никуда не делся. И, соответственно, раз золото росло на этом раньше, почему оно не может получить поддержку на этом фоне и в последующей торговой сессии. Но американский фондовый рынок просел, и это подтверждение общей паники, общего бегства из рисковых инструментов. Золото же не стало тем самым инструментом, который начал бы объединять и аккумулировать клиентские средства на фоне вот этих панических настроений. Это уже тревожный звонок. Поэтому раз золото просело на фоне обвала американского фондового рынка, видимо, золото сейчас стало больше уважать. Опять же, поведение доллара стало считаться с крепостью американской валюты, с тенденцией роста доходности облигаций, что, наверное, стоит сделать и нам. И индекс настроений Кайман, друзья, который мы с вами разбирались, развернулся буквально под вечер вчерашнего дня, и сейчас большинство трейдеров уже сидит в лонгах. Поэтому логично теперь делать ставку на снижение этого актива, смотреть дальше за тем, как поведет себя на доллар. Ну а пока что по золоту следующая цель – 1800 долларов за тройскую унцию. Что касается американского фондового рынка S&P, 4274 пункта. Это очень правильный комментарий на Блумберге относительно того, что вчерашнее выступление Паула положило конец спекулятивной экономике. То есть, без каких-либо сомнений, американский регулятор уберет с рынка все экономические стимулы, поэтому фондовому рынку сейчас не на чем расти. Снижение вполне может продолжиться, друзья. Раньше мы говорили о целях 4100-4000 пунктов. Эти цели все еще актуальны. И чем быстрее трейдеры начнут переориентироваться на неизбежность и ужесточение монетарной политики, тем более агрессивные распродажи в ближайшее время мы и увидим. Криптовалютный рынок Биткоин – 36 055. Я говорил не обращать внимания на локальный выкуп, который имел место быть, потому что общий фундаментальный фон остается негативным. И влияние именно роста процентных ставок, которые поддерживают сейчас курсы американского доллара и снижают интересы и привлекательность альтернативных активов, стало еще более очевидно в моменте. То есть раньше у нас было несколько аргументов, почему рынок криптовалютный снижался, в том числе и доклад Центрального банка России. Но все-таки основной движущей силой, как я и отмечал, было отношение инвесторов к риску на фоне именно действия американского регулятора. И сейчас это стало более очевидно. Поэтому задайте себе вопрос, друзья, считаете ли вы, что американский фондовый рынок обновит локальные минимумы? Если ответ будет утвердительным, то, соответственно, вы автоматически должны понимать, как действовать по рынку криптовалют дальше. Потому что с учетом той корреляции, которая образовалась по ряду индексов и основным криптоактивам в последнее время, дорога у Биткоина на 30 000 как минимум. Рынок нефти 8804 пока что, друзья, короткая позиция в приоритете. Я не пересмотрю свою точку зрения. Пока Brent не окажется выше 90 долларов за баррель. Я жду по-прежнему новости о продаже стратегических резервов Китая и США. И, соответственно, рассчитываю, что рынок должен дать коррекцию. Особенно в свете, опять же, того обвала американского фондового рынка, который, в принципе, должен сейчас выводить трейдеров из всех рисковых активов, в том числе и с нефти. Еще два актива, две валютные пары. Это доллар канадец 1.27.12. Мы рассчитывали на повышение процентной ставки. К сожалению, Банк Канады ставку не поднял. Сейчас котировки 1.27.12. В игру вмешался крепкий доллар, поэтому нет смысла шортить пару дальше. Тем более, что я допускаю, что в случае снижения рынка нефти цен на Brent WTI канадскому доллару будет еще больнее. А вот что касается фунта, пару я по-прежнему держу, потому что в следующей неделе это заседание Банка Англии и повышение процентной ставки более вероятны, чем это было в отношении канадца. Поэтому фунт могут очень быстро выкупить. Сегодня много статистики по штатам. Ждем дополнительной поддержки для доллара и следим за тем, как доллар будет набирать высоту. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем пока.